Добрый день, меня зовут Арстан. Я играю в PUBG Mobile. Не прямо на профессиональном уровне, но как бы мелкие такие небольшие турниры всякие играю. Увлекаюсь немножко этой игрой. Мне 19 лет, я студент, студент третьего курса. Моя команда называется Гайджин. Я являюсь формальным капитаном, но в игре больше мы сообща решаем моменты в плане ротации. Моя команда называется Гайджин. Если рассказывать эту историю, то мы собрались буквально перед турниром, особо не играли, не готовились так к турниру. Собрались, пришли играть, с групповой стадией начали играть, и с каждого этапа начинали что-то новое узнавать друг от друга. Именно в турнирах и играх. Начали прибавлять, потому что если брать игру нашего первого этапа и финальные игры, то мы прибавили. Много всяких ошибок было, мы исправлялись и все время по ходу турнира прибавляли. Если мы могли на групповой стадии выходить с четвертого, с третьего места, не доминировать как некоторые команды, играли и в итоге много фаворитов не дошло до финала. Хорошо очень все показывали на групповой стадии, ставили там рекорды. Для нас даже фавориты были, которые не прошли. Турнир был интересен в плане того, что именно с этой командой играть было очень интересно, было много очень забавных моментов. Если говорить о результатах, то своей игрой я не очень доволен, потому что я не мог конкурировать с некоторыми ребятами особо из-за моментов в плане, например, девайса, а игрой своих тиммейтов доволен. В принципе, ребята, два игрока, которые играли в основе, у них не было до этого турнирного опыта, но они очень талантливые и показали себя, так сказать, старт какой-то для себя. Нашли, сейчас тоже играют в турниры всякие, развиваются. Результат неплохой для команды, которая собралась перед турниром, о которых никто, в принципе, особо не знал, не тренировались, не готовились. Прикольный, получили опыт какой-то, но личным результатом не очень доволен. Я очень рада, что турнир был. Идем? Мне надо жалко, я не могу, 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 я не могу. Лично для меня, я считаю, что это не киберспорт, потому что третье лицо, это, как сказать, имба в каком-то. В каких-то пониманиях то, что ФПП, первое лицо, это более, как сказать, зависит от твоего личного скилла, от мышления твоего игрового. А в третьем лице ты можешь угадать зону, занять какую-нибудь позицию, сидеть, человек, ну, сквад, допустим, будет бежать в опыне. Максимум, за счет скилла, за счет реакции они могут еще убить, ну, перестрелять человека, который будет сидеть за камнем, которого никто не будет видеть, например. Я считаю, что третье лицо это не киберспорт, но так как мобильные PUBG играют в основном третье лицо, очень много людей, ну, именно не киберспортсмены, а вот обычные игроки, и очень много людей играют третье лицо, и поэтому в основном все турниры проводятся от третьего лица. Лично кого-то, чтобы опасались или кому-то готовились, такого не было, в принципе, потому что мы знали, ну, например, для меня были команды-фавориты, например, это Госкилла, Бро и Мародеры. Мы знали, что это очень сильные коллективы, сыгранные, которые давно играют и на высоком уровне, а в целом, чтобы кого-то мы, как сказать, считали слабым звеном, ну, слабыми, кого-то сильными, такого не было. Мы не... не было такого, что мы недооцениваем какую-то команду, ко всем подходили серьезно и как-то так, чтобы кого-то боялись или готовились. Единственное, в финальных играх тяжело было, так как одна команда, которой мы шли вровень практически, они лутали спот, получается, мы по мосту ехали, а они в том районе, это был их спот, и они нас на ротациях пытались ловить, и мы теряли тайминги из-за этого, машины, и как бы проблематично немножко было. И мы в финале с этим столкнулись, и очень много времени потеряли, и, как сказать, ну, тайминги теряли, у нас не было возможности как-то альтернативы придумать, так как были команды, которые лутали Сосновку и ездили по левомусту, тоже команды закрывали, и вот единственная проблема была, а так в целом никому особо не готовились, за готовых таких именно командам, чтобы не было. Я, безданин, был, да, эртерли проектеры отстывали, и PUBG-казговные инвестрации отстывали, и все, что они были, и все, и все, и все. Вообще, в целом, сейчас конкуренция очень хорошая в Казахстане, очень сильная, ну, большая конкуренция, много талантливых игроков, но кого прям, кто выделяется, это игрок госскилла, Гонзо, очень талантливый молодой игрок, и моменты были, когда вот пересматривали стримы, парень показывал просто сумасшедшие моменты, за счет своего скилла вывозил 2-3 человека, сквад. Я считаю, что это MVP турнира, и один из лучших игроков Казахстана, скорее всего. Больнил, амбэр, уносит, бергшет. Начнем, наверное, с Курта. Это самый взрослый, ну, старший в команде, очень спокойно сдержанный, опытный, ну, спокойно сдержанный парень, очень опытный в PUBG, хороший игрок, который имеет опыт, опыт за своей спиной уже в PUBG давно играет, и может и капитанить в какие-то моменты, может крикнуть, так сказать, чтобы ребята услышали, чтобы ребята не паниковали. Но, к сожалению, у него игрового времени, ну, как сказать, днем у него не было времени играть, не было возможности, к сожалению, и он не играл весь турнир. Но когда он играл, он, как сказать, оправдывал надежды, которые на него встали, не знаю, ну, как, оправдывал свой статус в команде. Гост, символичный, как-то сникал его, потому что бывали моменты, когда мы могли немножко потерять с ним связь, не могли найти его, дозвониться. Тоже очень хороший, дружелюбный парень, очень талантливый парень, так же, как и все остальные. У него тоже был турнирный опыт уже перед этим турниром, и поэтому в игре мы вместе сообща какие-то моменты решали, именно в плане командной, в плане тактики, такие решения. Очень талантливый игрок, но, к сожалению, тоже времени игрового у него, для игры особо нет, это более как хобби, но очень талантливые, сильные игроки, я считаю, приятно было играть с такими игроками. Роксис, это мой друг, также очень дружелюбный парень, веселый, талантливый. У него до этого турнира не было турнирного опыта особо, он хорошо играет, но он в игру пришел, ну, немного позже, чем остальные. И интересно было по ходу всего турнира вместе учиться чему-то или учить, что-то подсказывать ему и видеть результат, потому что с каждым этапом прибавлял этот парень. Ну, все, в принципе, к другу привыкали, как-то сыгрывались. тоже было, ну, очень приятно было играть именно этой командой, вот все эти ребята. Сейчас еще про Галу расскажу. Было приятно играть. Еще забавно то, что они с Галла, Галла это вот четвертый игрок, ну, основной игрок тоже состала, они братья. И еще у них есть брат, который играл в составе Брок Ас. И у нас небольшая конкуренция была. Рейн Ник у их брата, это тоже мой друг, и у нас была интересная такая конкуренция, как бы, братья, ну, он мой бывший тиммейт, а их, ну, они братья троем. Они играют со мной в команде, а он в другой команде. И мы друг против друга воюем, и получается, Галла это младший брат, самый из них троих. Тоже, также не было турнирного опыта у него до этого, но он очень талантливый игрок, показал себя на этом турнире, темная лошадка, так сказать. И по ходу турнира, вот, если, то, что я говорю о Роксизе, Рахате, то же самое могу сказать и Галла, Ник его. Очень хорошие парни, приятно было играть именно этим составом. Бердый турнир, Уолф, деген кламбар, это хобби, это хобби, то есть я не отдаюсь этого вопроса, полностью, так сказать, с головой не ухожу в это. Когда получается, когда есть время, когда есть возможность, играю, но каких-то планов грандиозных нету, потому что в жизни есть какие-то цели, которые более в приоритете. Но я думаю, что если будет возможность участвовать в таких же турнирах, если еще будут, я не думаю, я уверен, что будут такие турниры, потому что развиваются не только всемирно, но и в Казахстане проводят такие крупные турниры масштабные. Я думаю, что если будет возможность, я с удовольствием буду принимать участие. Если получится конкурировать с нынешними командами, игроками, то я с удовольствием буду играть на непрофессиональном уровне, но как бы стараться конкурировать, играть. Своё удовольствие главное. Но чтобы я уходил в киберспорт, я пока об этом не думал. В личном скиле я не настолько скиллово, так сказать. Большое скиллово, но уже сфанатом. Жалко киберспорта у меня был. Есть два. Да, полный лет. Нормально было. Я хотел привет передать своим тиммейкам, друзьям, тем, кто нас поддерживал. Спасибо большое. Фанатов немного, но все же поддерживали и было приятно. Мы получили очень много хорошее впечатление от этого турнира и благодарны организаторам, что есть возможность участвовать в таких турнирах и бороться с лучшими командами Казахстана. Ишкин он не сен кульмет. Жал баршар, но кульмет. Казахстан гиберспортсмен жал сел и бәр нэ. Субтитры создавал DimaTorzok